Дорогие друзья, приветствую вас у меня на канале. Всем добро пожаловать и всем большой привет из города Волжска, республика Мариэл. Для тех, кто вдруг не знает, город находится на Волге, на средней Волге, между Казанью и Чебоксарами. Друзья, я вас обещала кое-чему научить. Вот, пожалуйста, посмотрите. Я вам обещала рассказать, как снять шелак в домашних условиях. Для этого нам понадобится жидкость для снятия лака, ватные диски и пищевая фольга. Почему пищевая? Например, можно было бы взять фольгу от шоколада, ну, к примеру. Нет, она очень жесткая, она в этом случае не годится. А вот пищевая, она более такая гуттаперчевая, принимает форму чего угодно, поэтому она нам больше подходит. Сейчас понюхала жидкость для снятия лака, такая, знаете, запах такой прям ядреный. То есть, нам с вами вот такая и нужна. Если будет жидкость предназначена только для снятия обычного лака, ну, бывает же такая, то ли без спирта, то ли там еще без чего-то, то она нам не подходит. Нам нужна жидкость такая ядреная. Вот, смотрите, диски ватные я разрезала на 4 части. Каждый диск на 4 части разрезала. Теперь нужно их пропитать. 5 дисков нужно пропитать жидкостью для снятия лака. Положить на ноготь и сверху обмотать фольгой. И так сделать на 5 пальцах левой руки. Я начинаю с левой, потому что правая работа все удобнее. Начинаем с левой. Этот способ мне рассказала Оля, моя подруга. Она живет в Славянске-на-Кубане. Олечка, привет! Она работала директором школы по наращиванию ногтей. У них в Славянске-на-Кубане была такая школа. И вот Оля поделилась со мной этим способом. Он очень действенный. Вот так выглядит палец после того, как мы замотали ноготь фольгой. Под фольгой у нас ватный диск, хорошо пропитанный жидкостью для снятия лака. И также продолжаем делать со всеми остальными пальцами. Так, все 5 пальцев у нас готовы. Ждем примерно 20 минут. Ну, вообще, по ощущениям можно посмотреть. Там, знаете, должно начать припекать. И вот когда начнет припекать, нужно еще немножко потерпеть, подождать. Тогда уже можно будет все это снимать. И ватные диски с левой руки, и фольгу можно использовать повторно для правой руки. Посмотрите, он сам буквально отваливается. Вот. Ну, вот такой примерно результат. Нужно, конечно, кутикулу убрать, обработать и намазать ногти маслом. Хочу поделиться с вами впечатлением о некоторых своих покупках. Вот, например, вот этот платок. Написано, что 100% кашемир. Я не знаю, насколько это правда, но на бирочке было написано. Кашемир 100%. Впервые я его надела. Я была в черном лонгсливе и в черном кардигане. Весь пух от этого кашемира остался на моем кардигане и на моем лонгсливе. Потом пришлось мне все тщательно очищать липким роликом и бросить в стирку. Ну вот, постирала я его при 40 градусах. Все. Он больше не лезет. Честно говоря, теплый. Мне он очень нравится. Потом, ребят, помните, я покупала, заказывала на Озон магний-Б6. Давайте вам покажу. Вот такая баночка, такая бутылочка. Здесь написано сзади, что применять взрослым по две капсулы два-три раза в день. Но я, честно говоря, стараюсь в таких количествах лекарства не пить. Ну, потому что у меня своих препаратов более чем достаточно. Я пью его два раза в день. Утром и вечером. Вижу прям вот буквально со второго дня заметила прекрасный эффект. Я стала спокойнее. У меня ушло чувство тревоги. У меня последнее время было чувство тревоги. У меня, мне даже кажется, что у меня депрессия начиналась. Вот это все ушло. Появилось хорошее настроение. Я успокоилась. Я стала лучше спать. Поэтому, ребят, если будете покупать, я вам всем рекомендую. Вот называется Овервид. Посмотрите, Овервид. У вас наоборот. Овервид. Сейчас вот это вот я купила 60 капсул за 280, по-моему, рублей. Сейчас 90 капсул. Вот хочу еще заказать. 90 капсул. 326 рублей сейчас стоит. Но это со скидочкой. Я попросила скидку. Мне дали небольшую скидку. Без скидки, по-моему, 339, что ли, вот так как-то. Ну, пусть небольшая скидка. Все равно, как говорится, мелочь, а приятно. Вот хочу купить еще 90 капсул. И если что-то похожее почувствую, вот на чувство тревоги или начало депрессии, обязательно буду пить. И вам советую, вам рекомендую. Хотела сказать вам, что мандарины турецкие очень-очень понравились. Вот жаль, что здесь их нигде нет поблизости. Хотя, может быть, где-то и есть, надо поискать. Очень понравились. Ароматные. Прям пахнут детством. Корочка такая тоненькая. Правда, попалось пару косточек. Но это ничего страшного. Я имею в виду, из всего килограмма, вот пару косточек мне попалось. Последние дни, вот сколько ем, ни одной косточки не было. Очень вкусные, сочные, сладкие, неприторные. Очень понравились они мне. И раз уж мы с вами заговорили о продуктах питания, давайте посмотрим. Я сегодня делала такой простецкий салат для перекуса, для полника. Друзья, решила сделать салатик с тунцом. Ну, так, знаете, на перекус просто. И вот свежего не было огурца. Сделаю с маринованным огурчиком. И сделаю слоями. Мне в прошлый раз тетушка Тома написала, моя из Санкт-Петербурга, что она такой салат делает слоями. Вот я тоже сейчас хочу сделать слоями его. Сначала рыбку на дно, потом лучок порезала. Теперь, сейчас вот жду, пока сварится картошка, яйцо, огурчик маринованный и майонез. Вот все, что нам нужно. Так, после лука яичко натерла на крупной терке. Так, дальше маринованный огурчик пошел. Картошечка готова. Лежит сверху. Теперь намажем майонезом. Майонез только один слой. Ну, полиста в нем никакой нет, поэтому обойдемся одним слоем. Салат готов. Давайте его попробуем. На перекус, на полник, самое оно. Всем-всем желаю приятного аппетита. Друзья, про икру. Икру я покупала для волжан, сейчас говорю. Ленина 67. Меня потому что многие спрашивают. Ленина 67. Это девятиэтажка первая. С обратной стороны. Вот одно крылечко там Азон. И второе крылечко вот этот магазинчик. Икра стоила 380 рублей. 220 грамм. Но она была какая-то, знаете, слабосоленая. И вначале даже вот мне показалось, она и не пахнет икрой, и на вкус какая-то инертная. Я даже подумала, думаю, может быть, не настоящая, может быть, искусственная. И что вы думаете? Чуть-чуть мы с Наташей ее подсолили. Можете посмотреть вот в предыдущем видео. Все. Вот что значит соль, да? Когда соли не хватает. Совершенно другими красками икра заиграла. И сразу и аромат такой икры почувствовали мы с Наташей. И на вкус очень приятная, очень вкусная. Так что я вам рекомендую покупать эту икру. Но если вы почувствуете, что она пресновато, не выбрасывайте, не думайте, что она не настоящая. Просто надо чуть-чуть подсолить. На крышке написано, что она сделана в море. Вот немаловажный факт. Сделана прямо в море. Я считаю, 380 рублей 220 грамм. Это совсем недорого по нынешним ценам. Надо будет зайти. Вот в Азон мне надо идти. Я там кое-что заказала. Покажу вам, что заказала. И нужно будет обязательно зайти в этот магазинчик, купить еще хотя бы баночку. Друзья, сегодня первый рабочий день после длительных выходных. Я представляю, сколько сегодня народа было в поликлинике. И представляю, как вам тяжело было выйти на работу. После таких выходных выходить особо-то не хочется. Хочется еще отдыхать. Тем более на улице у нас мороз. Сегодня утром в 9 утра было минус 34 градуса. Откуда такие морозы взялись? Не знаю. Обычно у нас крещенские морозы поближе к крещению. Там за несколько дней до крещения и несколько дней после крещения. Откуда к Рождеству такие морозы взялись? Непонятно. Я посмотрела, впереди температура повышается. И повышается аж до минус 2 градусов. То есть получается с 34, даже 36, по-моему, где-то было ночью. Ну пусть с 34 до минус 2. 32 градуса, ребят, разница. Представляете, какой перепад. Надо обязательно пить сосудистые препараты, кроворазжижающие препараты для тех, кто переболел ковидом. Для тех, кто уже в таком, так скажем, почтенном возрасте. Ну, я вот может еще и не в очень-то почтенном, хотя это вам судить. Но все эти препараты я пью и кроворазжижающие, и сосудистые. Надо страховать себя, конечно. Ребят, что хотела еще вам сказать. Последнее время очень плохо себя чувствовала. То одно, то другое, то третье. Думаю, да что это такое? Вот все ко мне прям вяжется. И вдруг вспомнила, что мы с мамой пару лет назад смотрели. Летом она ко мне приходила, и мы с ней смотрели Кашпировского. Я понимаю, может быть, кому-то смешно покажется. Но вы знаете, когда уже вот буквально такие ситуации, ну уж не то, что безвыходные, но вот как снежный ком болезни, уже думаешь, ну что, что, что еще можно сделать. Я начала его слушать два раза в день. Там, знаете, у него несколько передач из 89-го года, лечебные передачи. В начале люди рассказывают, которые приехали на передачу, прям в зале люди стоят и у микрофона рассказывают, от чего они избавились, в каком плане им стало лучше, легче, какие диагнозы у них ушли. Первый раз вот я это все слушаю, но потом это все надоедает. И я перематываю чисто на вот этот лечебный сеанс и слушаю этот лечебный сеанс. Не обязательно слушать, запоминать, понимать вообще, что он говорит. Он сам это говорит. Не обязательно, абсолютно. Делайте, занимайтесь своими делами. Или сидите, или лежите, или стойте, но только в удобном положении, он всегда говорит. Пожалуйста, можете не слушать, даже не обращать внимания на то, что он говорит, что именно он говорит. Можете слушать, смотреть, как хотите, как вам удобно. Я стала слушать два раза в день, ребят. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Нет, в двух диагнозах мне стало легче. Вот клянусь вам. Сайт у него, канал у него называется на ютубе Анатолий Кашпировский. Я уж не буду называть свои там болячки, в чем мне именно стало легче. Но вот я вам говорю честное слово, вам даю, мне стало легче. Хотя я ничего для этого не делала. Я не пила никакие препараты. Я не обращалась к врачу. Я начала слушать его два раза в день и через неделю с небольшим. Я сначала почувствовала с одним диагнозом, что мне стало легче. А потом с другим, что мне стало легче. Поэтому я почему с вами делюсь, не для того, чтобы вы подумали, что у меня что-то с головой не в порядке, что я слушаю Кашпировского. А для того, чтобы... А вдруг вам тоже поможет, ребят. Ну вдруг вам тоже поможет. Вдруг пригодится. Я буду продолжать его слушать. Сейчас я иногда забываю, там утром или вечером один раз сейчас в день слушаю, смотрю. Хотя бы один раз нужно смотреть. А так вот, по сути, все, кто у него до сих пор вот сейчас пишут свежие комментарии, пишут, что стало легче в той или иной болезни, в том или ином случае. Они пишут, что слушали два раза в день. Поэтому я тоже стараюсь, когда вспоминаю, стараюсь слушать его два раза в день, смотреть два раза в день. Так что, друзья, вам тоже от души советую. Я честно скажу, я не верила. Я смотрела просто вот от какой-то безвыходности, что ли. Думаю, да нет, ну там, ну да, людям, может быть, помогает. Ну не может быть, что там у меня что-то прекратилось. Ну были такие мысли, я не верила, честно говорю. Ну вот, факт остается фактом. Две болезни, они мне не давали покоя последние два года. Вот особенно все усугубилось после ковидов. И вдруг мне становится легче. Я сейчас ни от одного, ни от другого диагноза не пью препараты, честное слово вам говорю. Представляете, какой эффект? Так что, буду продолжать его слушать. Бросать не буду. Надеюсь, что еще в какой-нибудь из сфер он мне поможет. Друзья, желаю вам крепкого здоровья. Обнимаю вас. Надеюсь, что все у нас пойдет на лад, все пойдет к лучшему. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok